Всем привет, а вы на канале ТупАрми. С неба об землю, десантура допрыгалась до увечий. Учения 25-й пехотной дивизии США обернулись ночным кошмаром. Начнем с того, что в США нет воздушно-десантных войск. Американские воздушные десантные войска, в отличие от российских, не являются отдельным родом войск, числятся в контингенте сухопутной армии. Из наиболее известных 82-я воздушно-десантная дивизия и 101-я десантно-штурмовая дивизия. 25-я пехотная дивизия имеет в своем составе воздушно-десантную бригаду. Большей частью в армии США предпочитают доставку десантников местного назначения воздушным путем, на самолетах и вертолетах. Парашютное десантирование применяется крайне редко. Массовые парашютные десанты, которые получили широкое распространение в российской армии, вообще не применяются. В десантных войсках России есть определенные нормативы парашютных прыжков. Для генералов, в том числе и командующего ВДВ, применяются. В десантных войсках России есть определенные нормативы парашютных прыжков. Для генералов, в том числе и командующего ВДВ, достаточно двух в год. Ранее солдату-срочнику, как и младшему офицеру, определялось шесть. Сейчас планка рядового повысилась до 12 из-за сокращения срока службы. Это по нормативам. В период службы прыгать с парашютом приходится гораздо чаще, в том числе во время учений. При этом подразумевается десантирование в сложных условиях, с приземлением на воду, на лес и в ночных условиях. Последнее, самое неприятное. Как следует из сообщения официального представителя 25-й пехотной дивизии США, во время прыжков с парашютом возле базы Кэмп Шелби в штате Миссисипи, травму получили 22 американских десантника, именно в ночное время. Часть из 80 десантируемых приземлились на деревья. Здесь очевидная ошибка пилотов военно-транспортных самолетов при выброске десанта. Плюс боковой ветер, который снес парашютистов от основной площадки приземления на лес. Обошлось без жертв, но случай достаточно показательный. Отсутствие в достаточной степени профессионализма. Ночной прыжок считается одним из самых сложных в десантной практике. Основная опасность в том, что ты не видишь землю и не можешь рассчитать контакт с ней. Соответственно, не знаешь, когда нужно сгруппироваться, подготовить ноги, развернуть купол по направлению ветра. Из собственного опыта знаю, какой это неприятный момент ожидания касания земли. Особенно, когда не видишь возможность маневра, чтобы избежать приземления на некое препятствие. Дерево или заболоченную местность. Опытные парашютисты советовали отсчитывать время. 3 секунды до срабатывания вытяжной системы парашюта. Потом 3 минуты десантирования с высоты в 800 метров. Считай про себя и уже готовь ноги. Даже если летишь спиной к земле. Основная парашютная подготовка десантника. Это же конечная практика в совершении прыжков. Первые 3 необходимо совершить еще до принятия присяги на верность служения отечеству. Лишь после этого вручаются голубые береты тельняшка, как основные символы принадлежности к ВДВ. Командиру батальона привезти вновь прибывшее пополнение к военной присяге. Вольно? Но это и считается лишь первоначальной подготовкой. Осознание приходит немного позднее. Где-то после 10-го десантирования. Когда приходит понимание, что ты не просто дернул кольцо и паришь колбаской в небе. Но и способен управлять парашютной системой. Пошли, ребята. Кричат пацаны, кричат. Крикат «Крылатая пехота». Когда даже ночной прыжок представляется не таким уж и опасным. Собственно, к этому и готовят российских десантников. От простого к сложивому. «Главное оружие ВДВ – это в первую очередь люди», – говорил бывший командующий ВДВ. ныне председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов. Десантник изначально готов к тому, чтобы выполнить любую поставленную задачу, даже если другим она покажется невыполнимой. Естественно, что за высоким боевым духом стоит надежная и эффективная боевая техника и вооружение, которую наши солдаты и офицеры умеют использовать на самом высоком профессиональном уровне. Десантники на протяжении последних лет последовательно и комплексно подходили к проблеме переоснащения войск современным вооружением и военной техникой. К слову, Владимир Шаманов и сам до последнего времени совершал парашютные прыжки. Будучи командующим ВДВ в возрасте 52, он попрыгал вместе с группой курсантов Рязанского высшего воздушного десантного училища на площадке приземления Житова. Это был его 174-й по счету прыжок. Еще больше стаж прыжков с парашютом у еще одного из бывших командующих ВДВ, Георгия Шпака, напрыгал более 560 раз. За плечами у легендарного основателя ВДВ Василия Маргелова 145 прыжков с парашютом. В российских десантных войсках парашютные прыжки совершают все, даже повара и музыканты полкового оркестра. Насколько актуальны сейчас парашютные прыжки, которые могут привести в том числе к жертвам при их совершении? Можно вспомнить и недавний случай, когда при учебных прыжках из-за перехлеста стропы основного и запасного парашютов погиб десантник в Псковской области. Масштабные десантные операции в толу противника парашютным способом чреваты последствиями, и это осознавали и американские, и английские, и российские десантники. Средство доставки. ВВДВ – военно-транспортный самолет. Сейчас основной – это Ил-76, который подвержен поражению как средствами ПВО, так и истребительной авиации. Сбил самолет – это сразу минус около 100 человек, или трех боевых бронемашин. В воздухе парашютист зависает на 2-3 минуты, в зависимости от высоты десантирования – в 600 или 800 метров. И остается совершенно беззащитным от огня с земли даже стрелковым вооружением. Проще и безопаснее по земле, или вертолетами. Но десантная операция с использованием парашютом все еще представляется не только внезапной, но и где-то еще и романтичной. С неба об землю, в бой, как учили наставления по боевой подготовке ВДВ еще советских времен. По сравнению с иностранными армиями, Россия сегодня располагает наиболее многочисленным контингентом парашютно-десантных и воздушно-десантных частей и соединений, которые превышают возможности их подъема самолетами в военно-транспортной авиации, говорит военный эксперт Владислав Шурыгин. Десантников у нас много, а вот средств их доставки в район боевых действий по воздуху явно не хватает. Это проблема не только российской армии. Американцы уже давно отказались от массового десантирования парашютным способом. Дорого и опасно. Если не изменяет память, то пара-тройка десятков человек из состава 82-й десантной дивизии США спускались на парашютах несколько лет назад в Афганистане. И это была не оперативно-тактическая операция, а действия группы спецназа. В России ВДВ входит в состав сил быстрого реагирования. Проходит постоянную парашютно-десантную подготовку, которая в реальных условиях боевых действий может пригодиться лишь для диверсионных операций, либо для ограниченной выброски парашютистов в цели захвата определенного плацдарма и удержания его до подхода основных сил. Еще с советских времен боекомплект и рацион питания десантников закладывался запас максимум на трое суток. Больше парашютным способом не доставишь. Обратите внимание на все последние учения с массовым десантированием, задача которых заключалась именно во внезапном появлении подразделений ВДВ в ближнем тылу потенциального противника. Без парашютного способа доставки личного состава в предполагаемый район обойтись крайне сложно. Вспомним последние учения в Крыму, когда площадки приземления располагались буквально у кромки моря, в неожиданном месте для неприятеля. А уже потом проводилась операция по захвату аэродрома и обеспечению высадки посадочным способом основных сил. У морского десанта подобная операция могла занять гораздо больше времени и обернуться потерями личного состава. В общем, парашюты в российских ВДВ списывают рано. В США сравнили число танков России и НАТО. Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин. Оно уверяет, что Москва располагает примерно 22 тысячами танков. Среди стран НАТО больше всего таких боевых машин у Турции – 3200 единиц. Тогда как всего у европейских государств-членов НАТО немногими более 11 тысяч танков. Вместе с США и Канадой данный показатель достигает 18 тысяч. Издание полагает, что в противостоянии с российскими боевыми машинами могут помочь беспилотные танки с ракетным вооружением, разработка которых в настоящее время ведется в Европе. Крышки открыты! Запуск ракеты Х-35 осуществлялся в рамках заводских испытаний в Японском море. В результате запуска ракета поразила дрейфующую надводную мишень, расположенную на расстоянии более 50 километров. Ракетный запуск обеспечивали 10 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота. Также была задействована морская авиация. Дополнительно малый ракетный корабль «Смерч» провел стрельбы из новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушки АК-176МА и модернизированной 30-мм шестиствольной автоматической корабельной арт-установки АК-630. В ходе модернизации МРК, на вооружении которого ранее стоял ракетный комплекс «Малахит», получил комплекс противокорабельных крылатых ракет «Уран» и новую артиллерию. А на этом новости от Топарми не заканчиваются. И чтобы не пропустить новый выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. А если ты еще и найдешь и колокольчик, то ты гений чтения штабных карт. Напоминаю, идет сбор средств на создание ролика о начальном этапе Великой Отечественной. Всем, кто поддерживает это начинание, большое спасибо. А на этом до свидания на самом лучшем канале из сферы ВПК. До встречи с самыми лучшими подписчиками и зрителями канала Топарми.